Более четверти населения земного шара составляет представительницы прекрасного пола, проживающие вне городской черты. Их объединяет Международный день сельских женщин. Сперва его отметили в 2008 году, чтобы напомнить общество, сколь многим оно обязано сельским женщинам. Об одной такой героине, которая не захотела променять деревню на город, наш следующий сюжет. Подоить корову, накормить кур и растопить печь. Таков сложившийся веками быт сельской женщины. Однако, несмотря на то, что Лидия Мячина всю жизнь прожила за городом, на крестьянку она мало похожа. Вместо деревенского домика с двускатной крышей двухкомнатная квартира. Вместо дел по хозяйству любимая работа в так называемой конторе. В 70 лет она все еще на посту в отделе кадров местного сельхозпредприятия. Моя дело такое принять, уволить, перевести, пенсию оформить. Стараюсь соответствовать времени. А сейчас были одни законы, сейчас другие. Сейчас вообще частные собственности. Она очень хороший человек. Я удивляюсь, пожилой человек, но у нее такая хорошая память. Она помнит все даты всех своих рабочих, когда кто родился, кем работал, и даже которые уже не работают. И про тех все помнит. В поселке она была свидетелем взлетов и падений, карьеры, судеб. Родом из Самбовской области, Лидия Ивановна, закончив школу, поступила в местный плодово-овощной институт. Она технолог консервной промышленности. Судьба сложилась так, что по распределению женщина попала в Рязанскую область. Здесь и познакомилась с будущим мужем. Вскоре родилась дочь. С тех пор, ставши родным поселок, не покидала. Я, наверное, привыкла к сельской местности. Я все по-простому, все знаешь, тебя тоже все знают. Так сказать, ну так. А может быть, так у кого какая судьба? Ну, все в городе хорошо, я ничего против не имею. Лидия Мячина признается, желание перебраться в областной центр у нее никогда не возникало. Да и поселок постепенно возрождается. Так что Лидия Ивановна уверяет, оказавшись здесь однажды и живет счастливо до сих пор. Елизавета Дорохина, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. Спасибо.